Девушки отдыхают Не убей, так гласит вторая заповедь. Одним из самых страшных грехов религия считает убийство. В этом с ней полностью солидарен уголовный кодекс. Однако ни страх перед божьим судом, ни боязнь суда земного не останавливают человека. Люди продолжают убивать друг друга, убивают на войне. И тогда, когда царит мир, убивают из-за денег, убивают из-за наркотиков, убивают из чувства мести, убивают из чувства ревности. Да, мало ли причин, в конце концов, просто по пьянке. В евангельской притче раскаившийся разбойник был взят на небеса. Господь простил ему. Оперативникам и следователям такого права не дано. Их задача найти преступника. Латинская поговорка гласит, хочешь знать, кто это сделал, подумай, кому это выгодно. В 80-х годах на берегах Тихого Дона была совершена серия зверских убийств, которым древнюю мудрость применить не удалось. То, что творил преступник, не могло быть выгодным человеку. Казалось, это дело рук сатаны. Казалось, это дело рук сатаны. Эта история началась в рабочем городе Шахты, широко раскинутом в русской степи. Шахтерские города во всем мире похожи друг на друга. Следуя за добываемой породой, они расползаются на десятки километров в длину, растут вширь, а не вверх, оставаясь, по сути, гигантскими поселками. На самом краю шахт расположен межевой переулок. У горожан он всегда пользовался недоброй славой, обитель бомжей, цыган и наркоманов. Неподалеку протекает река Грушовка, в которую, впрочем, и рекой-то назвать язык не повернется. Так, грязный ручей. 22 декабря 1978 года на ее берегу под пешеходным мостом был обнаружен труп девочки лет девяти. Половые органы повреждены, глаза завязаны шарфом. Смерть наступила не от ножевых ранений, а от асфиксии. Попросту девочку задушили. Ниже по течению нашли ее портфель. Свидетельница Гуренкова из автобуса, увидев толпу на берегу, выскочила и бросилась к оперативникам. Господи, я же видел ее позавчера, ей-богу, на остановке. От одноклассников удалось узнать, что накануне Лена Полотнова пораньше убежала с уроков, куда-то торопилась. Гуренкова дополнила. Как же, шо я, дурная? Видела ее вечером на остановке тут. Куртка красная. Мужик такой с ней стоял, солидный, в очках, в шляпе. Он ее вроде как уговаривал, а она думала. А потом кивнула, вроде как, да, согласна. И пошли они по переулку туда. А, еще я забыла, бутылки у него в сумке торчали. А что дальше? Куртка такая вот красная, портфель, да. Приметы мужчины она тоже запомнила хорошо. Настолько хорошо, что смогла дать подробное описание художнику, который тут же нарисовал портрет предполагаемого преступника. В нем без труда угадывался местный учитель, не так давно купивший ветхий домишко в том самом Межевом переулке. В ночь убийства в его домике горел свет. Одновременно с этим следствие разрабатывало и другие версии. В первую очередь надо было проверить по картотеке людей, ранее судимых за аналогичные преступления. Так выяснилось, что Александр Кравченко, живущий в доме ближе всех расположенном к реке, был когда-то осужден за изнасилование и убийство несовершеннолетних. При обыске у него на чердаке нашли вещи, похищенные у соседей. Кравченко был арестован и через некоторое время сознался в убийстве Закотновой. Суд приговорил его к смертной казни. Ростов-на-Дону так полностью звучит имя этого города. Ростов-Дон именуют его телеграфистки. Ростов-папа фамильярно окликает братва. Как и многие русские города, расположенные по берегам Великих рек, он тянется вдоль одного, правого. Левый берег – место загородное, пляжное. 4 сентября 1981 года милиция получила информацию. На левом берегу в полусотни метров от шоссе с оживленным движением видели обнаженный труп женщины. Точное место его расположения свидетели указать не смогли. Недоверие оперативников можно понять. Не раз оказывалось так, что тревога была ложной. Так называемый труп представлял из себя всего лишь заночевавшего в кустах бомжа. Порой, если трупов было двое, оба вскакивали и, прикрывая срам, пускались на утек. Но такое происходило в основном летом. Стояла осень. И на этот раз все было всерьез. Сломанная ветка вывела оперативников к месту преступления. Надо признаться, что убийство для ростовских милиционеров не было чем-то диковинным. Недаром город снискал славу второй криминальной столицы после Одессы. Мама. Труп действительно наличествовал и действительно был обнажен. Оперативник, как и врач, мыслит прежде всего профессиональными категориями. Опытный работник издали взглянув на жертву, может поставить криминальный диагноз. Ограбление, разбой, несчастный случай. На этот раз сыщики растерялись. Взъерошенная в радиусе 10 метров листва свидетельствовала о том, что между жертвой и преступником шла ожесточенная борьба. Неподалеку нашли одежду и двухметровую палку со следами крови. Позже экспертиза установит, что причиной смерти явился недостаток воздуха. Девушку задушили. Левый сосок был отсечен по-видимому ножом. Смерть наступила от сдавливания шеи руками. Оперативникам и в голову не могло прийти, что с этого дня в течение 8 лет им не будет покоя. Трупы будут появляться один за другим. В июне 1982 года в лесополосе вдоль автотрассы найдут тело Любы Корюк, 13 лет. Мать послала девочку в соседний поселок за продуктами. Домой она не вернулась. Ира Кораблева, 19 лет. После скандала в семье ушла из дома. Труп нашли в кустарнике в километре от железнодорожной станции шахты. Сережа Кузнецов, 16 лет, сбежал из школы из-за издевательств старшеклассников. Останки обнаружены в лесополосе между станциями шахты и кирпичная. Оля Сальмоченко, 10 лет. Пошла на занятия в музыкальную школу. Домой не вернулась. Труп нашли на пахотном поле близ города Новошахтинск. У девочки ножом было вырезано сердце. Ирина Иренкова, 13 лет. Страдала олигофренией. Труп обнаружен в парке авиаторов в городе Ростове-на-Дону. Бородяжка Людмила Кашуба. Инвалид детства. Мать двоих малолетних детей. Останки обнаружены в лесополосе близ города Шахты. 4 сентября 1983 года, ровно через год после страшной находки на левом берегу, на окраине Новошахтинска находят обнаженный труп неизвестный. Личность так и не была установлена. Всюду один и тот же почерк. Попытка сексуального контакта, затем нанесение ударов ножом и повреждение половых органов. Стало ясно, что на территории области орудует маньяк, изощренный, жестокий и ненасытный. Уголовный розыск принял решение объединить в одном производстве дела по убийствам Шевченко, Корюк и прочих. Чтобы дать операции кодовое название, следовало найти общий признак. Время суток, криминальная деталь, предмет обстановки. Нашли ландшафт. Ростов расположен в степи, не изобилует дремучими лесами, поэтому дьявол и творил свои черные дела в жиденьких лесопосадках вдоль дорог. Так родилась операция «Лесополоса». В 1983 году в трамвайном депо был задержан некто Малежик. Он сделал заявление. Они вместе со своим товарищем Соборовым убивают женщин и детей. Сообщника арестовали. Вслед за ним еще троих. Все пятеро умственно отсталые. В шутку линию следствия обзовут делом дураков. Кое-кому в розыске казалось, что можно поставить точку. Но в сентябре 1983 года в лесопосадках близ города Шахта обнаружили тело 19-летней Веры Шевчук. Обе груди отсечены. В декабре найдено тело Сережи Мартова. Январь 1984 года убида Наталья Шанина. 18 лет. На трупе насчитали 28 колотых ран. Февраль. 45-летняя Марта Сиренко. Таких взрослых у маньяка еще не было. Изувеченное тело Сиренко нашли в рощи Ростовского парка авиатов. Следствие по делу лесополоса зашло в тупик. Генеральная прокуратура приняла решение. Бригаду должен возглавить следователь по особо важным делам. Выбор пал на Ису Костоева. Ингуш по национальности, переживший в детстве переселение целого народа в казахстанские степи, следователь, известный своей бескомпромиссностью и дотошностью, Костоев занимал в то время должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры России. Незадолго до того, он закончил в Ростове дело, касавшееся коррупции и взяточничества в кругах самих правоохранительных органов. Ему хорошо были известны обстоятельства непрекращающейся серии убийств. И возвращаясь в знакомый до боли Ростов, ставший уже почти родным домом 339-й номер центральной гостиницы, Костоев уже держал в голове план действий по задержанию маньяка. Первым делом нужно было добиться освобождения дураков. Это далось непросто. У версии об их виновности были горячие сторонники. Бегафрены. Их накорми. Там напои, они будут давать любые показания. Их ведут, они готовы. Если на кого-то из нас сегодня надо показать, они покажут, что он тоже был со мной. Сложность дела заключалась в том, что на лицо не было ни одного свидетеля, ни одного вещественного доказательства. Пришлось действовать методом исключения. Прежде всего, Костоев выделил несколько основных линий поиска. Преступника можно было вычислить по психологическим признакам, по внешнему виду и по профессиональной принадлежности. Преступник часто ездит на электричках, по маршруту Новошахтинск-Шахты-Ростов. Именно вдоль этой линии было обнаружено большинство трупов. Не исключено, что он железнодорожник. Трупы встречались и у автодорог. Значит, под подозрение попадают шоферы и автолюбители. Профессионализм, с которым он потрошил свои жертвы, наводил на мысль, что он может быть профессиональным врачом, которым движет дьявольский научный интерес. Ловкость, которой преступник заметал следы, не позволяла снять подозрения из самих сотрудников милиции. Александр Титов, ныне пресс-секретарь начальника УВД области, в ту пору рядовой эксперт, рассказывает. По всем этим направлениям Костоев развернул оперативную работу. Была составлена карта мест нахождения трупов. Следствие пыталось вычислить маршруты преступника. По ним можно было определить, где живет сатана, где работает, с кем общается. Очевидно было одно. Характер его работы должен быть разъездным. Все пути, как в Рим, приводили на центральный вокзал Ростова. Дальше по железной дороге в сторону Новошахтинска. В конце 1985 года Костоев забрасывает целую сеть, ускользнуть из которой кажется невозможно. Милиционеры и дружинники контролировали все общественные места, в которых мог появляться предполагаемый преступник. Вглядываясь в мужские лица, проверяли документы, вели наружное наблюдение за подозрительными субъектами, входили в контакт. Ежедневно Костоев объезжает объекты, на которых велось наблюдение. Ведь чего греха таить, не все добросовестно выполняли свой долг. Частенько наблюдателей не оказывалось на положенном месте. В электричках по предполагаемому маршруту движения маньяка работали манки. Молодые женщины, одетые и загримированные под бродяжек, пьяниц, проституток. Их прикрывали сотрудники в штатском. Но кто мог поручиться, что прикрытие поможет? Риск был велик. Вот рядом с девушкой Манком усаживается долговязый мужчина в шляпе. Внешне похоже на описание. Завязывается разговор. Неужели он? Увы, через остановку долговязый сходит. Опять осечка. Такая же работа велась в местах большого скопления людей. В аэропорту, на вокзале. К сожалению, женщины и работники милиции в большинстве наряжались на эти дежурства, как на бал. А маньяк искал жертву среди маргиналов. Ловля на живца так и не принесла результата. Вспомните, многие убийства совершались вблизи автотрассы. Преступник мог оказаться шофером-дальнобойщиком или водителем рейсового автобуса. У 165 тысяч водителей проверили группу крови. В качестве манков выступали и подростки, ведь гомосексуалисты были одной из основных групп подозреваемых. Картотека по делу лесополоса полнилась. Параллельно было раскрыто 1062 преступления, в том числе на сексуальной почве. Какие только персонажи не попадались следователям. Солдат собирает курсанта, помнишь? Вытаскиваете ремни и бейте его. Он возбуждается от этих ударов, получается у него оргазм, он платит им деньги, каждому, и ребята довольны, курсанты уходят. Были такие? Среди 300 тысяч человек, данные на которых содержались в картотеке по делу лесополоса, были еще и не такие. Были садисты, мазохисты, рецидивисты, анонисты. Не было только того, кого искали. Сатаны. Парк авиаторов. Одно из излюбленных мест преступника. Не однажды приходилось здесь работать оперативниками. Костоев вновь и вновь возвращался на места убийств, надеясь найти ниточку, зацепку упущенного свидетеля. Но Сатана словно почувствовал облаву и лег на дно. За весь 1986 год он не совершил ни одного убийства. В 87-88 годах в сети зверя попадут еще несколько жертв. Ваня Белецкий, 12 лет. Ножевое ранение. Рот мальчика был забит землей. Апрель 88-го. На пустыре близ города Красный Сулин оперативники обнаружили труп неизвестной женщины. Характер повреждений не оставлял сомнений. Это дело рук ростовского маньяка. Алеша Воронов, 11 лет. Отправился в гости к бабушке. На пути его подстерегал волк. Труп с ампутированными половыми органами и вспоротым животом нашли в лесопосадке. Женя Скратов, 16 лет, студент техникума. Таня Ежова, 16 лет, учащийся по ТУ. Саша Попов, 8 лет, не вернулся домой с прогулки. Елена Корда, 19 лет, сиротой остался маленький сын. Алеша Соболев, 10 лет, пропал без вести. Витя Петров, 13 лет, находился с матерью на ростовском вокзале, ушел попить воды и не вернулся. Труп нашли на территории ростовского ботанического сада. Приехав с места происшествия, Костой спросил, были ли какие-нибудь сообщения по поводу ботанического сада. Какие за ночь сообщения были? Смотрел, говорят, было дважды телефонные звонки в районе ботанического сада появлялась, как летающая тарелка, светящийся объект. Я говорю своим, а может это инопланетянин пролетает, совершает, потом уходит, никто не видит. Это, конечно, шутки, август 1990 год, Новочеркасск, городской пляж. Оперативники обнаружили в зарослях камыша труп мальчика. Экспертиза установила, повреждения носят тот же характер, что и в предыдущих случаях. Половые органы ампутированы, рядом нашли трико, единственную одежду, которая была на жертве. В пальцах правой руки зажат седой волос. Его звали Ваня Фомичев, ему было 11 лет от роду. Страшный список рос и рос, казалось, ничто не может остановить сатану. Он словно насмехался над Костоевым, словно уверился в своей неуязвимости. Во время осмотра одного из мест происшествия Костоев увидел девушку, которая бегала по лесу, занималась спортом. Вот потенциальная жертва, подумал он. Вы не могли бы найти себе другое место для бега, спросил Костоев. Не ваше собачье дело, сказала девушка. Не дай бог, чтобы это стало моим делом. В нашумевшем фильме «Молчание и гнят» ФБР пытается постичь логику действий маньяка с помощью другого маньяка, находящегося в заключении. Нечто подобное предпленил Костоев. Он отправился в печально известную новочеркасскую тюрьму, где в тот момент ожидал казни Анатолий Сливко, у которого с ростовским дьяволом было много общего. Сливко доверительно поведал Костоеву о мотивах своих деяний. Он достигал сексуального удовлетворения, истязая мальчиков в пионерской форме, и сам снимал пытки на любительскую кинокамеру. Но в деле лесополоса такой четкой, объединяющей черты не было. Их преступник не зацикливался на чем-то одном. В его списке были мальчики, девочки и взрослые женщины. И все-таки Костоев верил, что его усилия принесут плоды. Контроль на железной дороге продолжался. На крупных станциях дежурили сотрудники в форме на полустанках в штатском. Расчет был следующим. Сатана не рискнет совершить преступление под носом у милиции и изберет для следующего преступления именно полустанок. Рассказывает сержант милиции Игорь Рыбаков. 6 ноября я дежурен на станции Дон-Лесхоз Красно-Солинского района. На глаза сержанту попался долговязый человек, вышедший из леса полосы. На плече у него была спортивная сумка. Мужчина двигался в сторону платформы. Внешне он вполне подходил под словесный портрет преступника. Очки, шляпа, высокий рост. Рыбакова смутила сумка. Надо быть безумцем, чтобы класть грибы в мягкую сумку, ведь они превратятся в труху. А кроме как собирать грибы в районе полустанка, в эту осеннюю пору делать было нечего. Рыбаков последовал за мужчиной. У костерка рядом с пероном грелись грибники. Ну как, много набрали, спросил мужчина. Что не набрали, все наше. Рыбаков приблизился, представился работником милиции. Его подозрение усилило то, что одежда гражданина была вся в мелких веточках, словно он валялся на земле. На щеке незнакомца Рыбаков заметил размазанное пятно крови. Гражданин предъявил паспорт, подошла электричка, и сержанту пришлось отпустить подозрительного субъекта. Рыбаков 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 по той самой платформе Лесхоз обнаружат труп 16-летнего Ломова. Однако оперативники не сумели сразу обнаружить одежду жертвы. Костоев велел прочесать окрестности. Одежду нашли, но не только одежду. В нескольких десятках метров лежал еще один труп женщины. Раздражения у Костоева не было предела, ведь платформа контролировалась милицией. Преступник не мог остаться незамеченным, не мог раствориться в воздухе. Тот, кто дежурил в тот день на платформе, должен был видеть сатану. Так на стол Костоева попал рапорт сержанта Рыбакова, в котором он прочел уже знакомую фамилию Чикатило. Они у меня были здесь все скреплены скрепочкой. Вот таким образом. Чикатило Андрей Романович. Несколько лет назад фамилия Чикатило числилась в первые десятки подозреваемых. И еще в 1984 году его уже задерживали по подозрению в серийных убийствах. Было это так. Где-то в конце августа это было дежурил я как обычно на автовокзале. Смотрю, мужчина шляется бесцельно как-то по залу. А я его за две недели до этого задерживал. Ну, он увидел девушку, подошел к ней, разговаривает, улыбается так. Потом смотрю, девушка встала, да и пошла на перрон. Я ее перехватил. Говорю, этот тип возможно преступник. Если еще раз будет к вам вязаться, вы его не отшивайте, а мы пронаблюдаем. Она согласилась, как ни странно, не из робкого десятка оказался. Только он к ней больше не подошел. Двинул через площадь на железнодорожный вокзал. Я с напарником был, говорю ему, все, будем пасти этого до конца. чем-то он мне не понравился. На железнодорожном он тоже пошлялся туда-сюда, как-то без цели. Увидел молодую женщину, подошел к ней. Ну, беседа не вышла. Потом подался на перрон. Ощущение было такое, что ему деваться некуда, и он время убивает. Потом как начал таскать нас по городу. Пересаживался из троллейбуса в троллейбус во все стороны. Мы за ним, как тени. В центре все время оглядывался. У меня-то есть опыт остаться незамеченным. Я два года карманников ловил, а им под взгляд не попадись. Привел в парк Горького. уже вечерело. Там на скамейке два часа просидел, а я на соседней. Делал вид, что газеты читал. Уже ночью привел нас обратно на автовокзал. там поспал. Мы опять на соседней скамейке. И глаз не сомкнуть. Вдруг видим, рядом с ним барышня усаживается. Оглянуться не успели, как он с ней уже туруси на колесах разводит. Потом глядим, она к нему поближе подсаживается и голову на колени кладет. А он портфелем все хозяйство заградил. Приметы сходятся. Думаю, точно он. Только надо понять, куда он ее потом поведет. Барышня-то понятно, какая из неприхотливых. Но удалось подслушать, о чем они говорили. Давай, говорит, встретимся через час на рынке. Значит, рассекретил нас и хотел хвост обрубить. Ну, я напарника отпустил, шуткали сутки на ногах, а сам на рынок нагнал его и в спину говорю, приплыли гражданин Чикатило. Задержанного привезли в Первомайский районный отдел внутренних дел, где произвели досмотр личных вещей, в том числе и содержимого портфеля. Странный джентльменский набор. Кусок мыла, моток веревки, кухонный нож, вазелин. Зачем вам вазелин, гражданин? Использую как крем для бритья, а веревка? На всякий случай сумки связываю, ручки отрываются. Оперативники было возликовали, попался, но оснований для заключения под стражу у них не было. Раскопали старое дело о хищении с работы линолеума, чтобы подольше продержать Чикатило в изоляторе, отработать как следует, но доказательств не отыскалось. Спустя три месяца он выйдет на свободу. У сатаны была четвертая группа крови, а у Чикатило вторая. Это потом выяснится, что групп на самом деле не четыре, а больше тридцати. Но в ту пору у экспертов не было даже сывороток для выявления таких аномалий. за фигурантом было установлено постоянное наружное наблюдение. Придраться было не к чему. Чикатило не пил, не дебоширил, вел обычный для скромного служащего образ жизни. Сатана был всего лишь бывшим учителем, уволенным из школы за сексуальные домогательства по отношению к малолетним ученицам. Скромным обывателем, доброворядочным семьянином. А время шло. Спустя десять дней Костоев принял решение арестовать подозреваемого. 20 ноября 20 ноября 1990 года Чикатило вернулся с работы раньше обычного. стоял пасмурный осенний день. Жены дома не было. Он пошатался по пустой квартире, зашел на кухню, нашел что-то в холодильнике, пожевал сухометку. Взял чистую трехлитровую банку, которую всегда держал наготове и отправился за пивом. Пиво, как вы наверняка помните, было в ту пору дефицита. Чикатило пришлось довольно далеко уйти от дома. Вместе с ним пришлось пошагать сыщикам. Уже больше недели он ни на минуту не оставался один. Хотя я не подозревал, что его караулит, что на него смотрят, его снимают на видео. Анатолий Евсеев, участник задержания преступника, рассказывает. Ну, все было очень прозаично. Брали мы в Новочеркасске, прямо на улице. За ним шла девятка. Это, значит, наружное наблюдение. Нам говорят, фигурант двигается по направлению кафе Снежинка. В руках у него авоська, а в авоське банка. А в банке всего грамм 300 пива. Я еще удивился пойти с трехлитровой банки и купить всего 300 грамм пива. Что за мужик такой? Зашел в кафе, мы стоим. С другой стороны подходит Колесников Владимир Ильич. Он теперь большой человек, замминистра. Курим, ждем. Чикатило выходит. Поравнялся с нами. Колесников его вдруг так спрашивает. Скажите, гражданин, как ваша фамилия? Чикатило. Вы арестованы, гражданин Чикатило. Мы с першиком перехотели руки, защелкнули наручники, повели в машину. Колесников авоську нес. Чикатило тут говорит, вот вам еще одно доказательство, что нельзя ссориться с начальством. А я ему говорю, молчать. Уже при первом досмотре была найдена важная, хотя и косвенная улика. На месте убийства Ломова видели следы борьбы. Сломанные ветки, помятая трава. Рослый 16-летний парень не мог не оказать сопротивления насильнику. У Чикатило был прокушен палец. К врачу он не обращался. На первый допрос Костоев собирался как на экзамен. Восемь лет своей жизни он думал о преступнике, мысленно разговаривал с ним, готовился к этому дню. И вот они столкнулись лицом к лицу. Увы, следствие все еще не располагало ни одним достаточным доказательством вины Чикатило. В распоряжении Костоева было 10 дней, чтобы заставить убийцу сознаться или его пришлось бы освободить. Десятки жертв искалеченных, изуродованных. И оно бы продолжалось эта трагедия. Вот не окажись вы здесь работник милиции. который нес службу на этой платформе утверждает о том, что 6 ноября вы в числе других лиц, грибников появлялись на этой платформе. Почему вы отрицаете этот достоверно установленный факт? Не вызываешь никакого сомнения. Вы отрицаете это потому, что именно 6 ноября вы там оставили последний труп гражданки Коростика. И посмотреть тогда Рыбаков в вашу сумку, он бы оттуда вытащил грудные железы. Так дело не пойдет. или мы с вами говорим откровенно от начала и до конца, или же вы будете упорствовать, мы будем вас изобличать. Может ли вообще человек нормальный, выросший вообще среди людей совершить эти зверства? я попрошу, чтобы вам оказали вас посмотрели врачи, если будут какие-то к вам необходимые врачебные вмешательства, это будет сделано. Костоев дал Чикатило надежду. Если его считают сумасшедшим, значит, он не виноват. И Чикатило начал давать показания. первое убийство я совершил в 1978 году. Костоев изумился, хоть и не подал виду. Этого уголовного дела в бригаде не видели, по простой причине. За него был осужден и расстрелян другой человек. Андрей Чикатило и был тем самым учителем, которому принадлежала Хибара в Межевом переулке, которого свидетельница видела на остановке трамвая. Вот как он сам рассказал о происшедшем. Мы зашли в мазанку, я сразу навалился на нее. Она стала кричать. Я заткнул ей рот, но мне не удалось совершить половой акт. Ее крики возбуждали меня. Тогда я схватил нож. Поняв, что убил девчонку, я встал, оделся и вынес труб к берегу грушевки, погрузил в воду. Следом швырнул портфельчик. И только спустя три года Чикатило уведет по мосту на левый берег Дона учащуюся ПТУ Ларису Шевченко. С этого убийства следствие начнет отчет жертв преступника. Немногочисленные свидетели опознали Чикатило, но этого было недостаточно. Общение с жертвой не является доказательством вины, тем более если речь идет о таком тяжком преступлении, как убийство. Костоев пошел ва-банк. Я человек верующий, сказал он Чикатило, я не могу понять, как можно так обращаться с мертвыми. Вы должны вспомнить все убийства, чтобы мы могли достойно похоронить погибших. Я одного похоронил, ответил Чикатило. В 87-м году на городском кладбище убийца самолично рыл себе могилу впрок на будущее. В этой могиле нашли труп десятилетнего Алеши Соболева, считавшегося без вести пропавшим. С этого момента Чикатило был обречен. Да, Костоев Горин. Увидите у меня арестованного Чикатило. Да, мы на сегодня закончим. В течение двух лет продолжалось следствие. Чикатило охотно показывал места убийства, обнаружил удивительную память. Иногда даже оперативники не могли найти маяк-бутылку с запиской, которые помечают место преступления. А они сами их прятали. Чикатило находил. Он спокойно демонстрировал на манекенах, как наносил жертвам удары, словно речь шла не о людях, а о говядине. Бил он и правой, и левой рукой. Я левша, объяснял Чикатило. Пишу правой, а продукты питания режу левой. Когда журнал Огонек учредил премию лучшей следственной бригаде, Чикатило написал в редакцию с просьбой присудить ее бригаде по делу Лисополоса. В 85-м и 86-м году Чикатило уже настолько был уверен, что его не задержат после первого задержания в 84-м году, что он стал подходить к детям прямо в центре города и уговаривать их пройти с собой. Кинотеатр Буревестник, проспект Ворошиловский и бывшая Энгельца, ныне Большая Садовая. Отсюда Чикатило увел школьника Чепеля. Он его долго уговаривал, что он ему покажет в видеосалоне интересный видеофильм. Они прошли буквально 200 метров. Но видеофильм Чикатило не показал. Салон был закрыт. Тогда он уговорил мальчика перейти на левый берег Дона по Ворошиловскому мосту. Больше Чепель в Ростов не вернулся. Чикатило его зверски убил, так же, как и последующие свои жертвы, разрезав живот. Так. Так, обменяем Чикатило. Где вы говорите это произошло? Где-то в этом районе. Это что здесь было? Убийство Голосовский. Голосовский. Вечер 2 августа 1984 года. Остановка автобуса неподалеку от аэропорта. Чикатило замечает невысокую девушку, явно обеспокоенную. Завязывает самый, что ни на есть обычный разговор двух попутчиков, застрявших на остановке. Давно ждете? Давно. И я давно. Будь проклят эти автобусы, когда не надо один за одним. И долго ждать, ну как повезет. Не здешняя? Да, издалека. Знаете, там за лесом дорога на Таганрог. Она тоже через Новошахтинск проходит, но автобусы чаще ходят и попутку легче поймать. Пойдемте. Наташа Голосовская было 16 лет. Она доверилась немолодому, вежливому, солидному незнакомцу. Портфель, серый костюм, скромный галстук внушали доверие. Вернувшись домой, он положил орудие убийства под мойку, где хранил свои 32 ножа. Пил чай, читал газеты, без которых жить не мог. Последней его жертвой была Светлана Королева. Она курила в тамбуре, что-то спрашивала у мужчин, говорила, что поедет до конечной остановки, а потом обратно одеваться, мол, ей некуда. Подошел, познакомился. Вышли на перрон, свернули в лес. Она была не против. Сама легла на куртку. Возбудиться у Чикатило не получилось. Светлана высмеяла его. И тогда в руке неудачного любовника любовника блеснул нож. Кончик языка он отрезал и проглотил. Соски тоже. Остальное вырезал, выбросил. Вышел на платформу. У костерка грелись грибники. По перрону прохаживался молодой парень. Им был сержант Игорь Рыбаков. Больше Чикатило никого не убьет. Миссия Костоева была выполнена. Но ликовать не хотелось. Слишком долго длилась охота на сатану. Слишком дорого далась победа. Теперь слово было за судом. Чикатило жаловался на голодное военное детство. Его младшего брата якобы съели во время войны, что и наложило отпечаток на психику. Окружающие сослуживцы, соседи относились к нему якобы враждетно. Все это он вымещал на жертвах. Я как затравленный зверь был, пояснял он. Дальше больше. Чикатило откровенно начинает косить под умалишенного. Но в камере вел себя иначе. Читал газеты, ел с отменным аппетитом, играл с сокамерником в шахматы. Тот позже скажет. Он мне сказал, что сидит за растратом. Если бы знал, кто он такой, довел бы собственными руками. Казалось, сомнений в смертном приговоре быть не может. Однако после его вынесения в адрес суда начала раздаваться критика. Для нас непонятно в обыденном сознании, что можно дитя разорвать, а для этой сволочи Чикатило это было в порядке вещей. Разорвать дитя и получить минуту кайфа. Он свою минуту кайфа ценил на жизнь ребенка. Обстановка в зале суда была накалена. Родственники жертв требовали выдать оборотня им для расправы. Вскрикивали, падали в обморок, услышав имена близких. Еще два года сидя в новочеркасской тюрьме Чикатило будет подавать апелляции, пока последняя инстанция президент Российской Федерации не ответит отказом. 21 февраля 1994 года Андрей Чикатило был казнен. Иса Костоев возглавляет Международное правовое управление Генеральной прокуратурой. У него много новых дел, но операция лесополоса по-прежнему самое гнетущее воспоминание за все годы работы. Новочеркасская тюрьма стала последним пристанищем сатаны. Генеральной Но по берегам Дона ходят легенды. Говорят, что Чикатило не казнили, а продали для опытов японцам, что его вообще отпустили, и он живет под другой фамилией. Якобы видели его гуляющим по Левбердону. Жительного Черкасска рассказывает, что ехал вместе с ним в электричке. Шоферы-дальнобойщики неоднократно встречали его в шашлычных шоссе. Байки, конечно, но в них есть смысл. Ведь сатана бессмертен и может принять любую личину. КОНЕЦ КОНЕЦ